Сегодня в Мирном стартует эсэх молодежи 2017. Действие проходит по ландшафтно-этнографическому комплексе «Земля Олонхо». В масштабном мероприятии принимает участие больше 800 гостей из различных молодежных общественных объединений республики. О том, как мирненцы готовились к празднику, расскажет Ивана Филиппова. Одно из основных событий лета – республиканский праздник эсэх молодежи 2017 пройдет в Мирном ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо». Мероприятие посвящено Году молодежи в Якутии. Три дня будет проходить праздничное мероприятие. Первый день – это подготовительный заезд команд, организационные вопросы. Ну а такие основные праздничные мероприятия будут 1-2 июля. На месте будущего празднования проводились восстановительно-ремонтные работы. Строители привели в порядок главную сцену, установили душевые кабины на 14 мест. Подготовка к торжеству идет по плану. С утра до вечера проходят репетиции. В постановке задействованы творческие коллективы, ученики школ, а также гости из Улусов. Конкурсы, спортивные соревнования. Будет представлена обширная концертная программа. Впервые состоятся конкурс-выставка молодых кузнецов, а также республиканский летний кубок Саха-КВН. Культурная программа праздника подразумевает проведение конкурсов, такие как традиционные конкурсы. Это конкурс исполнителей «Алонхо», конкурс в органной музыке. Будет поэтический конкурс в этом году, он посвящен году экологии и заявлен как конкурс исполнения стихов мирненских авторов. Проносить с собой и распивать алкоголь запретят. Во время праздника на территории комплекса купить горячительное будет нельзя. Под алкогольной продукцией поднимается вся продукция, которая содержит алкоголь, то есть и пиво, и пивные напитки, и все остальные. Также рекомендовано нашим предприятиям и предпринимателям период проведения праздника в ближайших населенных пунктах, это городе Мирном и поселке Алмазный, приостановить продажу алкогольной продукции. В связи с ограниченным количеством мест на парковке базы отдыха Чоналыр, сотрудники ГИБДД рекомендуют приезжать на праздник автобуса. Хотел бы предупредить, что на участке автодороги до места проведения будут работать эвакуаторы. Значит, те машины, которые будут оставлены в зоне действия знаков, стоянка запрещена, и остановка будет эвакуирована на штабстоянку. С 1 по 2 июля на Чоналыр будут курсировать бесплатные муниципальные автобусы каждые 20 минут от городской библиотеки. Ивана Филиппова, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».